В ноябре 1996 года на специальном слёте ребята решили создать городскую общественную молодёжную организацию. У каждой школы было своё подразделение. Союз старшеклассников «Статус» продолжил традиции организации, история которой была наполнена разнообразными событиями, идеями и людьми. На 28-м слёте во Дворце детского творчества делегатам также предстояло решить судьбоносный вопрос о реорганизации Союза и вступлении его в российское движение детей и молодёжи «Движение первых». Если вы будете принимать решение, так мы будем как-то меняться, будем вливаться в более активную жизнь, вливаться в решение различных проектов и так далее. Вам серьёзности, ответственности и успехов. Не бойтесь принимать решение. Вы всегда их принимаете правильно. Для того, чтобы принять решение, ребятам предстояло поближе познакомиться с российским движением детей и молодёжи, узнать про его структуру, работу, основные направления, особенности проектов. Об этом участникам рассказала Елена Коршунова, специалист по организации работы РДДМ «Движение первых» в Сарове. Все предложения и инициатива от вас, как от активистов движения, будут услышаны и реализованы на базе ваших школ и организаций. Захотели вы создать мультфестиваль по туристическому какому-то управлению деятельности, есть от вас это предложение? Видите вы это, как это можно сделать? То есть вас поддержит и это будет реализовано. Мне очень понравилось то, что это встреча для старшеклассников. То есть это как бы и молодёжь, но это и дети в осознанном возрасте, которые могут сами принимать свои решения. Мне очень понравилось то, что нам объяснили про РДДМ, потому что многие знают об этом движении детей и молодёжи, но большинство не знают его направления, какие-то масштабные конкурсы, в которых можно принять участие, и какие вообще возможности это движение открывает. Мне больше всего понравились науки и технологии, потому что я сильно увлекаюсь технологиями, которые выходят на данный момент. Пытаюсь разобраться в них, как они там работают, действуют, для чего они были задуялены. Также интересно мне было волонтёрство, потому что люблю помогать людям. Ну, а также туризм. Люблю путешествовать с родителями. Ещё на двух станциях активисты-старшеклассники обсуждали содержание будущих встреч в рамках школы «Лидер» и классных встреч в Сарове. Участники рассуждали, какие лидерские качества им хотелось бы прокачать, какие публичные люди из города могли бы поделиться опытом по интересующим молодёжь направлениям. По результатам мозгового штурма организаторы определяют структуру и содержание дальнейших мероприятий. На треке «Школа-лидер» я предложил такие темы, как команда образования, как грамотно реализовать работу вообще в команде и как выступать на публике, чтобы не бояться. На тему классных встреч я предложил это пиар, потом маркетинг. В заключительной части делегаты слёта представили итоги своей работы и единогласно приняли решение о реорганизации союза старшеклассников «Статус» в форме присоединения к российскому движению детей и молодёжи «Движение первых». Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.